Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 24 декабря 2021 года. Видео на моём канале посвящены моему любимому хобби – вышивке и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведённое за вышивкой, при помощи подачи информации, которую я считаю интересной. Но сразу хочу поблагодарить вас за ваши отзывы. Друзья, это колоссальный эмоциональный подъём, испытывая после их прочтения. Стимул получаю невероятный. А комментарии под последним видео «Обзор игрушек новогодних» коллекция – ну, это вообще из серии «Добей кумир меня танцем». Я читала и краснела, и бледнела, и слезу роняла. Думала уже капли пить. Но обошлось, пришла в сознание. Друзья, спасибо большое за поддержку, вдохновение и невероятную отдачу. Ну, обычно я предлагаю вам поделиться своими впечатлениями. Ну, вот, а сегодня получилось, что я поделилась с вами своими впечатлениями после прочтения ваших комментариев. Спасибо, друзья. Не останавливайтесь. В общем, я до сих пор под впечатлением. Ну, а что сегодня у нас в программе? Как вы уже знаете, первая часть выпуска будет посвящена вышивке. Итог за неделю – впечатление. А во второй части видео наш клуб вновь распахнет свои двери. В преддверии Нового года, важного праздника, мы совершим путешествия в разные страны. И посмотрим, как встречали Новый год веками ранее. И как праздновали, если вообще праздновали. А также вспомним, кто такой Николай Чудотворец. И как он стал Санта-Клаусом. Символом Рождества, любимцем детей. И приобрел образ, который распространился по всему миру. Но пока вернемся к первому пункту программы. К отчету. Я напомню, друзья. Я вышиваю картину, которая называется «Любимая мелодия». Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель белый кролик». Которую в свою очередь схему разработали по картине известного итальянского художника Евгению Эдуардо Зампиги. Вот, друзья, вот такая картина, как вот перед вами, только в вышитом варианте, понятно, да, должна будет получиться в итоге. Ну, а сейчас мне бы хотелось немножко, так сказать, технических характеристик еще, напомню, да. Размер схемы 576 на 420 стежков. В работе задействовано 200 цветов. Из них 102 бленда. В работе я использую ниточки ДМС по ключу. Вышиваю крестиком два сложения нити на конве Аиде 18 каунта. Ну, вот, друзья, если мы картинку разобьем на три части по вертикали, то я работаю над первой левой частью, одной трети, да, картины. Уже у нас вышит главный, один из главных героев Джузеппе, конечно, с гармошкой. Вышит камин, свеча на камине, бутылочка с вином в плетенке, скатерть бесподобная. Ну, и, конечно, еще добавились персонажи курочки. Одна из них уже совершенно готова, пеструшка. Также вышиты уже ножки стола, но еще не до конца. Кувшинчик. Ну, в общем, можно смело сказать, что мы уже находимся в нижней левой части. Ну, что, я думаю, что мы можем уже плавно перейти непосредственно к вышивке. Сейчас мы уберем ниточки, превью. Надо немного уменьшить. Ну, вот, друзья, перед нами вышивка. Вышито уже, друзья, 35%. В крестиках 84 700. Осталось всего лишь 157 200. Вот так, чтобы в итоге было нам 242 000. Ну, я округляю, друзья, все. А за неделю, за прошедшую, мне удалось вышить 355 000. Вот так, друзья, ну, я напомню, что вышиваю я полосками слева направо иду. Беру площадь, выделяю участок в 2100 крестиков и заполняю его по цветам от меньшего к большему. По электронной схеме я вышиваю в программе САГО. Ну, вот, друзья, удалось мне на прошлой неделе закончить плиты каменные, пол, комнаты наших героев. Заполнилась и слегка продвинулась у нас курочка Ряба. Кстати, так интересно, у нее такой изумленный вид. Сейчас покажу вам на картинке. Видно, интересно ли вам. Вот она. Она крайне чему-то либо удивлена. Я думаю, что ей удалось снести золотое яичко, и она, ну, глазам своим не верит. Вот смотрит куда-то, открыв ротик даже. Ну, пеструшка, как обычно, по делам. Все время она вся в делах куда-то направляется. И, как вы можете видеть, эта часть уже заполнена. Я пошла заполнять следующую. У нас хорошо уже выступила на передний план хамелия. Вот такая загадочная курочка. Вот они с кумшинчиком, как, я не знаю, сиамские братья, что ли, близнецы. Вот настолько сливаются. Хотя, девочки, молодцы. Удалось настолько проработать схему, что абсолютно понятно, где заканчивается хамелия у нас и начинается кувшинчик. Снизу, правда, извините, слегка сливаются. Но все равно, когда вот здесь все вышлится, будет заполнено, то будет абсолютно понятно, где дно кувшиночка, а где хамелия. Ну, и, как мы можем видеть, друзья, хамелия наша пестрит не только к оперениям, но и единичками, двушечками, семешки, восьмешки и так до бесконечности. Здесь только успевая менять нить, иглу, у меня на каждый символ своя игла, заправленная ниточка необходимая. Но, тем не менее, только успевая крепиться, крепиться, менять нитку, крепиться, как мы можем видеть здесь, и зеленые есть, и красные, коричневые, рыжие, золотые, белые, серые. В общем, все, что только все, краски природы, как я сказала, все у нас на нашей хамелии. Ну, мне нравится, как вот хвостик выбелен тут слегка, контур, чтобы можно было понять, где заканчивается хвостик одной курочки, где вот брюшко нашей пеструшки, ляшечки ее. Хорошо, мне нравится, как проработана схема. Конечно, вышивать сложно, не скрою. Вот, но, как говорится, меня предупредили. Пятый уровень сложности из пяти возможных. Но вышивается интересно. Много деталей всевозможных. Вот и крепление стола, как мы можем видеть, которое держит ножки, чтобы они не разъезжались. Вот оно продолжается. И даже аккуратно оно понятно и видно между курочкой и кувшином. Вот продолжается это крепление. То есть, схема сложная, но интересная. И, что главное, результат на сегодняшний день мне нравится. То, что получается. Вот так, друзья. Не знаю, как, конечно, телефон передает. Вот, что-то у меня никак не наладится с передачей света и цвета. То не с той стороны засвечивает, туда. В общем, как-то что-то не задалось сегодня. Ну, уж как есть, друзья. Я как смогла. Старалась. Ну, будем идти дальше. Будем продолжать вышивать и радовать вас продвижениями, да, результатами. И, кстати, Джузеппе, дружище, я знаю, что к праздникам ты пойдешь навестить винный погребок в соседнем аббатстве. И встретишься там со старым знакомым добряком виноделом. Так вот, передай ему, дружище, что у него от Людмилы Джуренко готов брат. И даже, возможно, что уже оформлен. Так что он уже далеко не одинок. И в новогодние праздники он поднимет свой знаменитый бокал в теплой дружеской компании. Да, Людмила, поздравляю вас с окончанием замечательной картины «Винодел». Уверена, она доставит вам массу прекрасных эмоций. Проверена на себе. Да, еще раз поздравляю от всей души. Ну что, друзья, теперь перейдем ко второй части видео. Новогоднему путешествию. Я, как обычно, постараюсь вставлять тематические картинки, которые будут сопровождаться смена картинки звуковым эффектом. Как раньше праздновали Новый год в разных странах. Новый год – важный праздник. Начало нового годового цикла, с которым человек оптимистично связывает светлые надежды на лучшее, надеясь, что худшее заберет с собой год прошедший. Мы празднуем Новый год, а значит, мы живем дальше. Что может быть лучше? А как встречали Новый год веками ранее? И как праздновали, если вообще праздновали? В Древнем Египте Новый год начинался с разливом реки Нил в сентябре. В Вавилоне на время новогодних праздников царь покидал город, и люди несколько дней делали, что хотели. До того, как Юлий Цезарь ввел новый календарь, римляне праздновали Новый год в марте. Отмечали новогодние дни календы с размахом, всю ночь дарили подарки, желали всего наилучшего. Прямо как сейчас. И если Цезарю, как человеку цельному и богатому, хватало добрых пожеланий, то маньяк из Купердейка Лигула тщательно просматривал новогодние дары от подданных и запоминал, кто что дал и сколько. Соответственно, подаренному человек и жил в Новом году. В древнем Китае Новый год считался праздником нищих. Бездомный мог войти в любой дом и взять все, что ему понравится. Конечно, это несколько утрировано. К примеру, никто не отдаст нищему драгоценности или семейные реликвии. Речь, скорее всего, о еде и нехитрой одежде. С прибытием Нового года китайцы связывали отбытие всех темных сущностей, накопившихся по углам дома за прошедший год. Дом украшали веточками персика или мандарина, фонариками. Преобладал красный цвет в праздничном убранстве. В Поднебесной Новый год празднуют с 21 января по 21 февраля. Дата каждый год может меняться, но будет в этом календарном отрезке. 1 января Новый год китайцы празднуют символически и с солидарностью с остальным миром. В Монголии, как и во Вьетнаме, всегда была традиция не ссориться в канун Нового года и в саму новогоднюю ночь. Кельты праздновали Новый год в октябре и украшали жилище амелой для изгнания злых духов, чтобы в Новом году роду сопутствовала удача и никакие темные силы не навредили дому и членам семьи. В Европе в раннем средневековье духовники празднование Нового года запретили, считая это проявлением язычества. Новый год наступал в европейских странах с Рождеством 25 декабря. Лишь с принятием Григорианского календаря Новый год начинался с 1 января и потихоньку превратился в праздник. В разное время в Европе Новый год начинался и с Пасхи. В Англии издавна в канун Нового года нельзя было стирать, иначе всю жизнь вымоешь. С 11 века появилась традиция праздновать праздник 12 ночи, плавно вытекающий из празднования Рождества. При Королевском дворе этот праздник встречали весело с маскарадами и перами. Новый год не всегда совпадал с Рождеством, так как у большинства народов он ассоциировался с пробуждением природы, с ожиданием нового урожая. Так было на Руси до 14 века. Новый год праздновали 1 марта, а позже на Руси празднования перенесли на 1 сентября, то есть после сбора урожая. При Петре I, любившем перенимать западные обычаи, Новый год стали праздновать с 1 января, после календарной реформы. Как раз с 1700 года и начали. При Петре начали хвою использовать для украшения дворовых улиц в преддверии Нового года. При нем же прижилась мода на фейерверке. Дочь Петра I, императрица Елизавета I, ввела в арсенал развлечений, в том числе и новогодних, карнавалы. Главное новогоднее блюдо на Руси Екатерининских времен было очень сложным. Напоминало сказку про Кощея Бессмертного, в которой до иголки трудно было добраться. В оливку надо было ухитриться засунуть анчоус. Далее оливку с анчоусом надо было поместить в жаворонка, которого, в свою очередь, в жирненькую куропатку. И это не конец смучений. Весь этот многослойный шедевр помещался в фазана, а далее все в молочного поросенка. Французский повар специально для Екатерины II виртуозно готовил это блюдо. Потом секрет с императорской кухни умыкнули, и вот уже жаркая императрица красуется на каждом новогоднем столе русской знати. Ну а во времена СССР главным блюдом на новогоднем столе стал знаменитый салат оливье, плюс бутылочка советского шампанского и обязательно нарядная елочка или сосна. Такая традиция сохранилась и до наших дней. Хотя сегодня рецептов различных вкусностей великое множество, да и продуктов в магазинах полно, оливье все еще удерживает, пусть не лидирующие, но устойчивые позиции. Традиция готовить сытный стол со множеством блюд соблюдается почти во всех странах, в которых Новый год праздновался и празднуется. Поверье, как встречишь Новый год, так его и проведешь, распространено у многих народов. Все в это верят, а как не поверить? Ведь новогодняя ночь – волшебная ночь, и каждый втайне надеется на маленькое чудо. И надо ли напоминать, что стоит примириться со своими друзьями и близкими, и ни в коем случае не переносить старую вражду в наступающий Новый год. Пусть он начнется с чистого листа, и тогда все надежды и пожелания обязательно сбудутся. Ну вот, друзья, а теперь давайте перейдем к Санта-Клаусу. Санта-Клаус. Точно могу сказать, что Санта-Клаус – это вполне реальный человек, который жил в древности. Правда, звали его по-другому, выглядел он иначе, и родился он не в Лапландии, как принято считать. А звали его тогда Святым Николаем. Святитель Николай Мерликийский жил в последней третьей третьего первой половине четвертого века нашей эры в Малой Азии, на современной территории Турции. Он был простым епископом, который готов был принять смерть за свою веру и всегда боролся за добро. Ходили легенды, что Святой Николай сам был очень зажиточный, но не жадный. Он помогал всем несчастным и бедным по ночам незаметно, подбрасывая в их башмаки, которые они оставляли у дверей, монеты и клал на окна вкусные пирожки. Так Святой Николай стал любимцем детей. Однако своим заступникам и святым его также избрали купцы, пекари, заключенные и моряки. В сохранившихся списках его жития рассказывается, как Святой воскресил умершего моряка, спас от казни несправедливо приговоренных, явился во сне торговцу хлебом и велел ему направить свой корабль к берегам страдавшей тогда от голода миры. Епископ также тайно помогал беднякам. Однажды монеты, подброшенные им то ли в окно, то ли в печную трубу дома бедствующей семьи, случайно угодили в чулок. И благодаря такому приданному три сестры смогли выйти замуж. Но как он стал символом Рождества? В средние века немецкие и голландские дети стали выставлять за дверь обувь и вывешивать чулки у камина в ожидании подарков от святого Николая в день его поминовения 6 декабря. В X веке в кафедральном соборе немецкого города ученикам христианской школы в этот день стали раздавать выпечку и фрукты. Очень быстро эта традиция получила широкое распространение в других городах и странах. Вспоминая легенду, люди стали на ночь вешать специальные праздничные чулочки или башмачки, чтобы Николай положил туда свои дары. В XVI веке в Германии распространился протестантизм, и праздники в честь католических святых оказались под запретом. Отныне подарки детям предписывалось дарить на Рождество 24 декабря от имени младенца Иисуса. Память о Николае отразилась в образе рождественского деда. Принято считать, что святой, заходящий в дома по ночам, спускаясь по печной трубе, послушным детям приносит подарки, а озорникам, шалунам и проказникам – розги. Поэтому дети задолго до праздника стараются вести себя хорошо, а родители при их плохом поведении сразу напоминают о том, что в дар можно получить и розги. Иногда даже вместе с презентами ребятишкам дарят небольшие веточки. Как святой Николай стал Санта-Клаусом В США этот персонаж попал из Голландии в XVII веке. В 1626 году фрегата из нескольких голландских кораблей прибыла в Новый Свет. На носу главного корабля стояла фигура Николая, который, как мы знаем, был также покровителем моряков. Мореплаватели купили за 24 доллара землю у коренных жителей Америки – индейцев и дали название поселению Новый Амстердам. Сегодня эта деревушка стала самым крупным городом США и одним из самых известных городов в мире – Нью-Йорк. Нидерландцы фигурку святого сняли с корабля и перенесли на главную площадь, чтобы Николай защищал поселок. Только вот индейцы и новые жители говорили на каком-то своем языке, а не по-английски. Они не могли четко выговорить имя святого, и фраза звучала как «Синтеркласс». Потом преобразилась в «Санта-класс», а с течением времени в привычную нам «Санта-клаус». Вот так святой Николай чудом преобразился в «Санта-клауса», который в сочельник разносит подарки по домам. Однако на этом история преображения уже «Санта-клауса» не заканчивается. Поэма Климента Кларка Мура «Приход святого Николая», опубликованная в канун Рождества 1822 года, стала важным этапом перевоплощения. В «Двадцати четверостишьях» описывается встреча ребенка с Санта-клаусом, который принес ему подарки. В поэме от прежнего святого практически ничего не осталось. Он начисто был лишен строгости и серьезности. У Мура Санта веселый жизнерадостный эльф с трубкой во рту и круглым брюшком. В результате этой метаморфозы Николай навсегда потерял епископальный облик и пересел на упряжку с оленями. Меж тем, иллюстратор Томас Наст детально доработал образ Санта-клауса в 1860-1880 годах в известном журнале. У Санты появились такие незаменимые атрибуты, как список плохих и хороших детей, Северный полюс. Но и это еще не конец превращениям. Клауса напрочь лишенного святого нимба наряжали во всевозможные разноцветные одежды. Но в 1931 году известный бренд Кока-Кола запустила рекламную кампанию, лицом которой стал Санта-клаус. Хадан Санблом, американский художник, изобразил белобородого добродушного старичка в красно-белой одежде и с газировкой в руках. В итоге Санта-клаус приобрел образ, который сегодня мы все можем видеть. Это толстенький веселый старик, разносящий подарки в ночь Рождества. У него обязательно красная куртка или полушубок, белая борода, красная шапка и штаны с белой оторочкой. Санта-клаус передвигается на санях, запряженных девятью северными оленями и до краев, наполненных дарами, для послушных детей по всему миру. В середине XX века этот образ распространился по всему миру. Но в некоторых регионах Европы святого Николая по-прежнему изображают в епископском одеянии. Европейский Санта-клаус не ездит на оленях, зато ему полагается свита. Голландского синтеклауса сопровождает похожий на трубочиста слуга Чёрный Пит, который бросает подарки в трубу. Помощника немецкого зовут Рупрых. Он носит мешок со сладостями для послушных детей и розги для хулиганов. В альпийские города и деревни Святой Николай является состоей демонов-крампусов, которые пугают прохожих, напоминая о неизбежном наказании за плохие поступки. В Великобритании его принято называть Батюшка Рождеством. В России к святителю Николаю было особое отношение. Среди прочих святых они больше всего чтут Николая Угодника и воздают ему почти божеские почести, сообщал итальянец Александр Гваниньи в своем описании Московии в 1578 году. Народ наделял святого языческой силой управителя земли и воды. Ему молились об урожае. В случае войны у Николая Угодника искали защиты. Исконно русский образ Николы Можайского изображает святителя с мечом в одной руке и крепостью в другой. Сохранилось множество фольклорных сюжетов о том, как святой спускался с неба на Русь. Один из них рассказывает, как чудотворец помог мужику вытащить застрявший в грязи воз. За это Бог постановил служить Николе Малебны дважды в год. 19 декабря Никола Зимний и 22 мая Никола Вещний или Летний. А святому Касьяну, отказавшемуся помочь тому мужику, молебен полагался лишь раз в 4 года. 29 февраля по старому стилю. Николиные дни широко отмечались на Руси, но традиции дарить детям подарки от имени святого не существовало. Рождественский дед попал в Россию в 19 веке благодаря немецким переселенцам. В 1929 году в СССР официально запретили праздновать Рождество. В канун 1936 года было решено проводить новогодние ёлки и появился знакомый нам Дед Мороз. Дед Мороз к святому Николаю не имеет никакого отношения. Дед Мороз это фольклорный обрядовый персонаж, живущий в лесу. Зима его жена. Вместе они правят на земле с ноября по март. В очень старых сказках его иногда называют Морозко или Дед Трескун. Через год на праздновании в колонном зале Дома Союза в его впервые сопровождала Снегурочка. Как и Морозко Снегурочка была персонажем из народных сказок, попавшим в 19 веке из фольклора в литературу и не имевшим никакого отношения к Рождеству и святому Николаю. А вот самый близкий родственник Деда Мороза – Йоупуке, который живет в Лапландии. Здесь же обитает и Санта-Клаус. С 1984 года решением ООН Лапландия была официально провозглашена землей Деда Мороза. Здесь же находится и резиденция Санты, в которой он вместе с гномами и эльфами живет весь год. Именно туда дети со всего мира пишут письма с пожеланиями по адресу Полярный Круг 96 930 Финляндия или на интернет-сайт santamail.com Финское правительство возвело Санта-Клауса в культовый ранг. Построили ему дом на склоне горы, сделали рекламу, создали сайт и объявили его электронный адрес на весь мир. Именно Юлупу из Лапландии Финляндия ежедневно получает больше всего писем от взрослых и детей со всех стран мира. Ежегодно 24 декабря в полдень он на своих северных оленях приезжает в самый старинный финский городок в сопровождении своих юных помощников девочки, мальчики в красных комбинезонах и колпаках. Здесь создание городского совета провозглашается приход Рождества и поются новогодние песни. Но благодаря американской рекламе и настойчивости западный Санта-Клаус постепенно вытеснил и английского и финского и лупуки и французского рождественского деда. И даже нашего любимого и родного дедушку Мороза. Турки поставили памятник святому Николаю в городе Демра, однако стоит на постаменте не епископ, а веселый бородач с огромным мешком подарков. Однако, судя по всему, это не окончательные изменения в образе святого. К примеру, в Израиле, где строго соблюдаются религиозные традиции, Рождество не празднуют. И если вы захотите там купить рождественские открытки или другие аксессуары, то вам будет найти их весьма проблематично. Но выход есть из любой ситуации. На прилавках израильских магазинов канун Рождества стали постепенно появляться открытки с изображением Санта-Клауса, у которого на голове красуется иудейская кипа вместо традиционного красного колпака. На открытках пока что отсутствуют праздничные поздравления, но что-то подсказывает то ли еще будет. Ну, а если серьезно, то мне кажется, что не важно, кто постучится к вам в дверь в новогоднюю или рождественскую ночь. Дед Мороз, Санта, Николай, Батюшка Рождеству или ее Лупуки. Главное верить в волшебство и доброту, чтобы веселый волшебник принес вместе с подарками улыбки и радость. А как его зовут, вы спросите у него сами, когда встретитесь в волшебную ночь. Я желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть добрый Санта принесет счастье в ваш дом. Редактор субтитров